Ричард Лайман. Зачистка. Клоповник слюнявых. Когда Майк Фипс открыл плечом дверь 214 номера, следом за ним туда ввалился живчик. Такое случалось и раньше, но до сих пор каждый раз кровь в его жилах стыла от испуга. Этот слюнявый не остался незамеченным вооруженными силами штатов. Его изрядно покоцали. В свете мерцающих красных огней за окном Майк видел, что в одной руке тот держал свои собственные кишки, проходя мимо кровати, а другой поднимая мясницкий нож, который выглядел, будто им только что пользовались. «Иди к папуле», — произнес парень, выпуская пену слюней изо рта. Майк застонал. «Боже, как же он ненавидел все это дерьмо!» Майк выстрелил в слюнявого. Вспышка из его огнемета озарила комнату ярким светом. Слюнявый в один момент, охваченный пламенем, завизжал и попятился назад, роняя нож и кишки. Его внутренности разлетелись по полу, шипя и шкварча, как жирный бекон на раскаленной сковороде. Зацепившись ногами за край кровати, он рухнул на матрас. При свете от горящего человека Майк осмотрел комнату. На пороге в открытой ванной лежала обнаженная женщина. Она была застрелена в голову. Очевидно, что армия здесь побывала. И определенно, ею кто-то уже успел пообедать. Майк окатил пламенем и ее. Оглянувшись на кровать, он увидел, как горящее тело парня будто растворяется в матрасе. Вернувшись в коридор, он быстро оглядел его со всех сторон, чтобы убедиться, что здесь нет больше никаких живчиков. Задымленный коридор освещался светом огня еще из трех комнат, где он уже поджег другие тела. Он побежал мимо них вниз по лестнице. У него слезились глаза, а едкий дым щипал ноздри и сушил горло. Сердце подпрыгнуло. Когда вдруг спускаясь по лестнице, он наткнулся еще на одного. Про этого он совсем забыл. Он проходил мимо него, когда поднимался наверх, собираясь поджарить его на обратном пути. Но чертова тварь выскользнула из его головы. Когда его ботинок коснулся плеча твари, тело резко перевернулось, отшвыривая Майка к перилам. Они заскрипели и закачались. Майк ударился о них бедром. На какой-то момент он подумал, что сейчас упадет вниз, перелетев через перила. Но он удержался, отскочил от перила и, спотыкаясь через несколько ступеней, миновал ноги слюнявого. Хрипя каждый раз, когда топливный бак стучал по его спине. Быстро схватившись за поручень, он сумел остановиться. Отдышавшись, он обернулся и послал в тело вспышку пламени. Затем он помчался вниз по лестнице. Было искушением проверить комнаты первого этажа. Но последнее, чего ему не хватало, это столкнуться с еще одной тварью. Кроме того, огонь сам разберется со всем, что здесь осталось. «Но ведь ты не можешь быть так уверен», — сказал он себе. «Один из них может быть похоронен где-то под обломками, и огонь до него не доберется». Поэтому Майк бросился в дальний конец темного и узкого коридора. Оттуда он начал свой путь назад, открывая поочередно двери, врываясь в комнаты, проверяя туалеты и ванны, рыская за мебелью и под кроватями, обнаруживая мертвых слюнявых и придавая их огню. Покинув последнюю комнату, он остановился в фойе. Верхняя половина лестницы превратилась в погребальный костер. Его пламя уже присоединилось к пожару у входа в коридор на втором этаже. Ощущая внутреннюю дрожь и в то же время чувство свободы, Майк толкнул входную дверь и оказался на ночной улице. Посреди дороги стоял ленд-ровер, возле которого его ожидали Сардж, Рэй и Стингер, уже закончившие поджигать тварей в своих зданиях. Стингер все еще держал свой огнемет. Он как раз начал снимать топливный бак со спины, когда подоспел Майк. Сардж прикуривал сигару. Рэй устал, вытирал подолом рубашки грязь и пот с лица. Дуг отсутствовал. Майк медленно обернулся, стягивая лямки с плеч. Улица, освещенная пламенем горящих магазинов и дешевых отелей, была превращена в свалку из обугленных автомобилей, разбитого стекла и останков зданий. Вокруг валялись тела, черные, деформированные кучи на асфальте. Некоторые все еще тлели. Парочку из них Майк поджег самолично во время внешней фазы зачистки. Но он не видел вокруг никого движущегося. И главное, ни единого признака дуга. Он снял с себя огнемет, вытянулся и растер предплечье. «Ой что, веселух, да?» — спросил Стингер. «Боссац!» — ответил Майк. Худое лицо Стингера осветила ухмылка. Поджег любовную парочку живчиков в ломбарде. «Это сделало твой день», — пробормотал Рэй. Девятнадцатилетнему Рэю с его детским лицом на самом деле было наплевать на Стингера гораздо больше, чем им всем. «Да, сэр, они воп были очень горячи. В отличие от меня, конечно». Посмеиваясь, он пнул огнемет ботинком. «Первым вырубил парня. Девки-то все равно не могут нормально стрелять. Но и мне надо было поглядеть на ее сиськи. Огромные, как баскетбольные мячи. Короче, она ко мне приближается, бросается в меня разными предметами, промахивается на целую милю. Вдоволь налюбовавшись, я поднимаю огнемет и ба-бах! Она начинает шататься, ее сиськи сгорают первыми. «Да заткнись ты уже!» – заворчал Майк. «Слушай, я чертовски устал». «Эй-эй-эй, приятель, погоди! Самое интересное я еще не рассказал!» Потом я навел пушку прямо ей в лицо. «Прекрати, Стингер!» – попросил его Сардж. «Ее треклятая башка взрывается! Взрывается!» «Может себе представить? На меня даже кое-что попало!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» Он потер ладонью по рубашке и поднес руку со слизью к лицу Майка. Майк оттолкнул его рук прочь. «Ну, хватит, я сказал!» – крикнул Сардж. Стингер рассмеялся, потряс головой и вытер руку о свои грязные штаны. «Ты достаточно повеселился!» – сказал ему Сардж. «Так, может, отправишься искать дуга?» «Да черт с ним! Этот гандон как занос в заднице!» Сардж нахмурился, щурясь сквозь серые кольца дыма. Затем он сделал последнюю затяжку, вытащил сигару изо рта, сбросил на землю столбик пепла и ткнул ею в лицо Стингеру. Когда светящийся кончик сигары воткнулся в скулу солдата, полетели красные искры. И Стингер дико заорал, стирая с лица горячие угли и пепел. «Делай, что я тебе сказал!» – сердито произнес Сардж. «Иисус! Я так ведь и собирался!» «Печа же!» «Да, сэр!» Стингер поднял топливный бак, перекинул его на спину и протянул руки через ремни. Согнувшись, он схватил пушку. «Куда именно он пошел?» «В отель Карлтон!» «Что ж, ясно, почему его еще нет!» – заключил Стингер. «Только посмотрите туда!» «Отель, находящийся в конце квартала, был квадратной кирпичной постройкой высотой в четыре этажа. Майк осмотрел верхние окна. Ни следа огня. Дуг должен был начать с верхних этажей, спускаясь вниз. Такова была стандартная процедура выполнения операций. Если бы он начал снизу, дым бы поднимался вверх, и ему сложно было бы найти слюнявых. И к тому же, как потом спускаться вниз в здание, охваченным огнем и дымом? Майку не нравилось, как действовал их отряд. Если они потеряли дуга, их осталось всего четверо. Им сказали, что они не получат никого взамен. «Может, мне пойти с ним?» – спросил Майку Сарджа, как раз когда Стингер сворачивал за угол. «Давай, иди, так будет быстрее». Майк поднял свое оружие. «Наведи там порядок. Естественно». «Будь осторожен», – сказал Рэй. «Само собой». Он похлопал парня по плечу и поспешил догонять Стингера. Приблизившись к долговязому солдату, он зашагал рядом с ним. «Вот только не вздумай трахнуть меня, Фипс! Вот завалить я тебя могу, соратничек, но трахать никогда не стану!» Стингер засмеялся. Они вошли в вестибюль отеля. Девчонский костюм. «Крагмен!» – Стингер кричал в темноту лестничного пролета. «Крагмен! Отвечай, говнюк!» «Да он и не собирается тебя услышать», – сказал Майк. «Угу, он еще больше говнюк, чем ты». Включив ручные фонари, они двинулись вверх по ступенькам. Дуг Крагмен, который обычно вел себя так, будто все остальные парни из их отряда только что родились, испытывал страх заражения, который побуждал его продолжать носить защитное снаряжение, прозванное Стингером девчонским костюмом. Он носил его даже после того, как другие отказались от этого. Майк хранил свой защитный костюм дольше, чем остальные, но не дольше, чем Дуг. Он не считал эту одежду девчонской, она была слишком громоздкой и немного сковывала движение. Головная часть костюма закрывала почти весь обзор, и он решил, что лучше рискнет быть зараженным, чем не увидеть живчика, который нападает на него. Или же по лестнице скатится. Что чуть ли не случилось совсем недавно, – вспомнил он последнее задание. Остановившись на площадке второго этажа, Стингер снова завопил. «Крагмен! Прекрати! Он мог бы и снять этот чертов шлем, тупой говнюк! Только не Дуг. А вот ты веди себя потише! Испугался, что я разбужу мертвецов? О мертвецах я не беспокоюсь!» Майк услышал фырканье. «Не было бы всей этой веселухи, мы бы не натыкались на живчиков время от времени! Понимаешь, о чем я, пупсик!» Майк не потрудился ответить. Поднявшись до третьего этажа, он сказал, «Приготовь огнемет!» «Ага!» Попав на лестничную площадку, они выстрелили в слюнявого из огнеметов. Это был паренек лет шестнадцати, прислонившийся к стене с топором, вонзившимся в его ногу. На нем ничего не было, кроме семейных трусов. Кто-то пришил его из винтовки М-16, оставив пулевой след от паха до лба. Глаза его были так же прострелены, будто забавы ради. Стингер выдавил смешок. «Знаешь что?» «Ведь я единственный здесь, с чувством юмора!» «Нам надо разделиться», — сказал Майк. «Ты берешь этот этаж, а я верхний». «Тебе не нравится моя компания?» «Только не поджигай никого, пока я не спущусь». «Не могу обещать!» «А если я наткнусь на живчика?» «Воспользуйся пистолетом». «Ну, какая же в этом забава!» «Зависит от того, куда именно ты будешь стрелять», — ответил Майк. «Ха-ха-ха! Ну, отлично!» Майк перешагнул через распростертые ноги слюнявого и осветил фонариком последний лестничный пролет. Вроде бы чисто. Он начал подниматься. Он чувствовал себя немного виноватым из-за того, что сказал Стингеру. «Это все равно, что опуститься до его уровня. Но, с другой стороны, уж лучше так, чем оставить его с мыслями о том, что он может развлекаться, поджигая все вокруг». Ублюдок был на это способен. Достигнув верхнего этажа, Майк включил фонарик. Как он и ожидал, коридор слабо освещался пламенем горящего соседнего квартала через окна комнат. Несколько дверей были открыты солдатами вооруженных сил, так что ржавые отблески мутным светом доходили до коридора. Не совсем достаточно, но хватит, чтобы хоть что-то увидеть. Майк прицепил фонарик к ремню, радуясь, что тот пока ему не понадобится. Шагая по коридору, он раздумывал, откуда лучше начать, здесь или с дальнего конца. В обоих случаях был свой резон. Если поджигать их в комнатах, двигаясь от начала в конец, есть риск распространения огня по коридору, и это заблокирует путь назад. Это из минусов. Его плюс был в том, что он практически исключает возможность того, что кто-то прыгнет на вас сзади. Но первая задача сейчас — это отыскать дуга, напомнил он себе. Поэтому он решил проверять каждую комнату, идя в конец коридора, воздержаться от поджигания слюнявых и позаботиться о них на обратном пути. Да где же этот парень черт бы его побрал? Он шагнул в первую комнату. Там, у подножия кровати, распростершись на полу, лежала женщина с простреленным лицом. Как и большинство из них, она была голой. С тех пор, как их поразил вирус, все, что им хотелось, так это трахаться, убивать и пожирать друг друга. «Проклятая бацилла, должно быть, была создана человеком вроде Стингера», подумал Майк. Он прошел мимо тела. Воспользовавшись фонариком, он проверил ванную и под кроватью. Никого. Дуга тоже нет. По пути к двери бледный луч его фонарика скользнул по лежащему телу, и сердце его подпрыгнуло, когда он краем глаза заметил какое-то движение. Он резко развернулся и уставился на труп. Тело не могло двигаться. Несчастная была мертва. Должна быть, эта тень от самого фонаря коснулась ее тела. Ничего больше. Но он стоял и смотрел на ее грудь, будто ожидая, как она поднимется и опустится от дыхания. «Если она сейчас встанет, у меня случится сердечный приступ». Но она была неподвижна. У нее была небольшая родинка возле левого соска, точно как у Меридит. Да она и выглядит, как Меридит. Майка бросила в жар, когда он определил, что этой девушке было лет двадцать с небольшим. Ее волосы, лежащие на полу, были длинными и светлыми. У нее была стройная фигура, как у Меридит. Небольшая грудь, как у Меридит. И это родинка. Но поврежденное лицо было не узнать. «Это не она», — сказал Майк сам себе. «Невозможно. Она находилась в Сакраменто, когда на Америку обрушился чертов вирус под названием «Черная вдова». Но сейчас она, очевидно, тоже мертва. Лежит вот так же, застреленная в своей квартире». Он знал это. Шансов у нее было не больше, чем у любого другого неносящего защитного оборудования, когда началась эпидемия. Он продолжал жить сознанием происшедшего, стараясь сделать свою работу, стараясь отодвинуть факт ее смерти в самый дальний уголок своих мыслей. Он жалел, что зашел в этот номер. Он жалел, что осмотрел этот труп так детально. Его слеза капнула на тело. Выключив фонарик, он бросился прочь, ударившись плечом о дверной косяк. В коридоре он вздрогнул, когда увидел, как среди теней задвигалась темная фигура. Он вскинул свой огнемет и вдруг понял, что темной фигурой был человек в девчонском костюме. «Дог!» Рука в перчатке поприветствовала его. «Боже мой, чувак, ты что здесь делаешь? Мы подумали, что они схватили тебя!» — воскликнул Майк. Дог не ответил. Линзы на его шлеме на мгновение сверкнули золотым отблеском, когда он проходил мимо двери следующей комнаты. Свечение далекого фонарика вспыхнуло на камуфляжном узоре его костюма. Огнемета у него при себе не было, как и ремня. «Где твое оружие?» — изумленно спросил Майк. «Что случилось?» В ответ ему раздался приглушенный смех. Майк ощутил бегущие мурашки по спине. «Сними эту штуку с себя и поговори со мной», — недоумевая сказал он. Снова смех. «Дуг, перестань вести себя как мудак!» Голосом, звучащим как из тесного ящика, Дуг произнес «Окей, окей». В двух шагах от Майка он остановился и сорвал с себя маску. Затем поднял капюшон, скрывавший пол лица. Оскалился и засмеялся. А по его подбородку текли слюни. «Перестань так шутить!» — подумал Майк. А потом он подумал, что тот превратился в слюнявого. А еще через мгновение до него дошло — это не Дуг. Это Живчик, который имел смутное сходство с Дугом. «Черт!» — подумал он, поднимая огнемет, как раз в тот момент, когда смеющийся слюнявый ударил его в лицо маской и толкнул его. Майк отшатнулся назад и рухнул на пол. Топливный бак ударил его по спине. Слюнявый выбил оружие из его рук. Майк попытался встать, увидел кулак, несущийся в его лицо, и почти успел отклонить голову, так что удар пришелся ему в щеку. Но и этого было достаточно, чтобы снова уложить его. Слюнявый наступил ему на живот. Заразившийся плюхнулся на него сверху и, зажав бедра, разорвал ему рубашку. Майк потянулся за пистолетом, но колено слюнявого блокировало путь. Он ударил его в голову, которая пошатнулась, но парню, казалось, было все равно. Тихо посмеиваясь, заразный сплюнул Майку на грудь. Затем он схватил Майка за плечи и наклонился к его лицу, брызгая слюнями. Плотно сжав губы, Майк двумя большими пальцами ткнул в глаза слюнявому. Глазные яблоки парня подпрыгнули, и теплая жидкость потекла по пальцам и запястьям Майка. Слюнявый завопил. Продолжая давить на его глазные впадины, Майк схватился остальными пальцами за бока лица слюнявого и отшвырнул его в сторону. Поднявшись на колени, он резко выдернул свою берету из кобуры и послал три девятимиллиметровые пули в голову зараженного. Горячий плевок. Майк старался не поддаваться панике. Держа рот закрытым и дыша через нос, он сбросил ремни топливного бака и стянул с себя рубашку. Внешней стороной рубашки он стер пенистую слюну со рта и щек, подбородка, шеи и груди. Вытер плевки, кровь и вязкую жидкость с рук и предплечий. «Со мной все будет в порядке», — уверил он себя. Он не думал о том, что на его коже могут быть какие-либо повреждения. «Если зараза не попадет в кровь, на самом деле, кто знает точно, может ей достаточно только попасть в рот, что никто не знает». Подняв оружие, Майк посмотрел через дверной проем на тело женщины, похожей на Мередит. Он не хотел входить туда, поэтому он побежал в следующий номер. Снял фонарик со своего ремня, включил его и вошел внутрь. Комната выглядела пустой. Он бросился в ванную. Худой, голый, слюнявый, лежал там ногами на полу, бедрами на краю ванны. Спина согнута, а голова и плечи покоились на дне ванны, в которой было много крови. Его руки были раскинуты, а бритва лежала возле правой руки. Его застрелили в грудь чем-то более крутым, чем М-16. Вероятно, штурмовой дробовик 12-го калибра. Присев рядом с телом, Майк повернул кран. Из него полилась вода. Работает. Он схватил слюнявого за лодыжки и вытащил из ванны. Голова глухо ударилась об пол, когда он тащил его. Оставив его за порогом, Майк вернулся в ванную и закрыл дверь. Но она снова открылась. Дверная рама раскололась, защелка повисла на одном винте. Должно быть, солдаты выломали дверь, пытаясь прорваться к этому парню. Майк пристроил фонарик на краю раковины, так, чтобы его луч освещал приоткрытую дверь. Наклонившись над ванной, он повернул кран на полную мощность. Вода не горячая, но ему было все равно. Хоть какая-то вода. Он поднял ручку душа. Вода смыла кровь и слюни из ванной. Пока он ждал, он взял бритвенный станок и бросил его в раковину. Затем он швырнул свою рубашку в ванну и залез внутрь сам. На его разгоряченной коже вода ощущалась ледяной. С помощью кусочка мыла он тщательно вымылся. Душевую штору он оставил открытой. Пистолет держал в правой руке, не спуская глаз с входа в ванную. Он думал о том, принесут ли пользу вода и мыло. Или он уже стал ходячим мертвецом. Вчера один живчик захватил Ринго. Малыш Ринго ничего не сказал, объясняя свой разорванный и окровавленный рукав тем, что порезался разбитым оконным стеклом. Никто не обратил на это особого внимания. Все разбрелись по своим заданиям. Два часа спустя, когда он так и не вернулся из ликера водочного магазина, Рэй отправился туда за ним. Когда Рэй вернулся, его обычно румяные щеки были будто бы налиты кровью. Он рассказал, что нашел Ринго в подсобке, трахующего слюнявого. Рэй закричал, а Ринго повернул к нему голову и ухмыльнулся. Из его рта стекала пена. Одним выстрелом огнемета Рэй покончил с Ринго и с девчонкой. Как только Рэй закончил свой рассказ, Стингер сказал, тебе чертовски повезло, Рейган. А я скорее вышибу себе мозги, сказал себе Майк, прежде чем закончу как Ринго. Есть один способ, или даже два. Главное за пару часов успеть. Думая об этом, он ощутил, как жар запульсировал в его теле, и он тяжело задышал. Но, скорее всего, я в порядке. Иисусе, а что, если я подхватил это? Он смыл мыльную пену. Наблюдая за дверью, он намылил себя еще раз. Откуда тебе знать, подхватил ли ты это? Спрашивал он себя. Ни с того, ни с сего ты вдруг возбудился. Когда Стингер посмотрит на меня. И тут он услышал свой собственный смех. Звучал он несколько безумно. Может, все это от того, что ты смеешься из-за всей этой дурацкой ситуации, которая вовсе не смешная? — Боже мой, — подумал он, — я стану одним из них. А вдруг мне это понравится? Может, мне и не захочется вышибать себе мозги, а только убивать других? Майк смыл мыло с лица, а затем подставил ледяной струе спину. Он поднял беретту к своему лицу, зажмурился. — Ну, давай же. — Ну, а что, если я не заражен? — А что, если да? Хочешь рискнуть? Что, если оно уже распространяется в тебе, и ты заразишь Саржа и Рея? Он наклонил дуло вниз, чтобы убедиться, что в нем нет воды. Ну, чего испугался? Что пистолет взорвется в твоей руке? Он широко открыл рот, вставил дуло берет и зажал между зубов. — Черт, — думал он, — я не хочу этого делать. — Мэридит мертва, и мать, и отец, вся страна в жопе, а может, и весь мир уже. Вокруг никого, кроме слюнявых. Некоторые из них убиты, а иные разгуливают, как ходячие мертвецы, а еще солдаты. Даже если ты выберешься из этого дерьма, что тебе останется? Надо найти хоть одну причину не снести себе башку. — Окей, а как быть с Сарджем и Реем? Стингера не жалко. — Но как же Сардж и Рей? — Они мои друзья, и каково будет им, если я уйду в самоволку? Что если они попадут в беду, и я буду им нужен? Я выберусь отсюда, расскажу им, что произошло, скажу, чтобы они прикончили меня, если я начну превращаться в пугало. Мэйк вытащил пистолет изо рта, сунул его в кобуру и опустился в воду по шею, хватая ртом воздух. Дверь со скрипом открылась настиж. Я хорошо прячусь. Опустившись на корточки, Мэйк вытащил оружие, развернулся и повернул пистолет к дверному проему ванной. Там в ярком свете фонаря стоял Стингер. — Эй-эй, это всего лишь я в свете твоего фонаря, тупой ты хрен! Мэйк выпрямился. Он отвел пистолет и выключил душ. — Какой черт ты тут делаешь? — спросил Стингер. На меня попала слюна. Видел парня в коридоре? — Дуга? — Это не Дуг. — Да ладно, ты меня дурач! Должно быть, он убил Дуга и забрал его костюм. Мэйк наклонился подобрать рубашку, но потом передумал. — И чего? Он схватил тебя? — Нет, не как с рингом. Он просто плюнул на меня, а я все смыл. — Правда? Пока Майк вылезал из ванны, Стингер отстегнул свой фонарь и направил луч в лицо Майку. Тот прищурился и отвернулся. — Не возражаешь, если я проверю тебя? — Что именно? Следы укусов? — Угу. И повреждения кожи. — А что будет, если найдешь что-то? — Поджаришь меня? — Угу. — Луч скользнул по телу Майка. — Ну-ка, повернись. Он повернулся. — Штаны снимай. — Только не для тебя, приятель. Он медленно обернулся и снова зажмурился от яркого света фонаря Стингера. Дуло огнемета смотрело в его грудь. — Может быть, я заражен? Я не знаю. Если я начну вести себя странно, тогда просто выруби меня. — А может быть, я должен сделать это прямо сейчас? Майк видел, как на лице Стингера появляется гнусная ухмылка. — Может быть, — согласился он. — Но никаких замен не будет. Будет только ты, Сардж и Рей. — Трое вас против всех слюнявых. Пару мгновений Стингер стоял неподвижно. Затем он опустил дуло вниз. — Я могу подождать. — Сказал он. И вышел из ванной. Майк выключил свой фонарик, стоящий на раковине, и последовал за Стингером. Они шли в конец коридора. Майк проверял комнаты с левой стороны, Стингер с правой. Майк обнаружил кучу мертвых слюнявых, но дуга нигде не было. Ему осталось проверить еще два номера, когда его позвал Стингер. — Я нашел! Майк бросился к нему. Стингер стоял возле тела. Дуга лежал на спине между кроватью и открытой дверью уборной. На верхней части его головы была вмятина. Рубашка разорвана. Штаны спущены до колен. Кожа местами была покрыта белым налетом. Полоски плоти оторваны. Однако их нигде рядом не было. — Ну чем не пикник? — захихикал Стингер. — Да заткнись ты! Огнемет, дуга и оружейный ремень находились в паре ярдов справа от тела. Выглядело так, будто эти предметы встали на пути слюнявого, и он отбросил их. Майк подошел к оружию дуга. С помощью фонарика проверил предметы на наличие слюны. Затем он поднял пулемет дуга, повесил его топливный бак на голую спину и проделал руки через ремни. Он пристегнул ремень дуга на свою талию чуть выше его собственного ремня, затем сдвинул пряжку назад, чтобы кобура уперлась в его левое бедро. — Раз ты разбираешь его вещички, то уж продолжай дальше. Возьми его жетоны. — А почему не ты? — Да я не прикоснусь к этому гаду. Хотя сожгу его с удовольствием. — Ладно, — пробурчал Майк. Подойдя к телу, он осветил его фонариком. Жетоны находились в кровавом месиве, оставшемся от шеи дуга. Майк убрал фонарик и переместил огнемет в левую руку. Присев, он достал свой нож. Отрезал кусок рубашки дуга, вложил нож в ножны и обернул руку тканью. — Ну ты, ссыкло! — захихикал Стингер. Рукой, обернутой тканью, он выудил из запекшейся крови жетоны и дернул, разорвав цепочку. Оставив их в куске ткани, он засунул жетоны в карман. Когда он отошел от тела, Стингер направил огненную струю в окровавленный пах дуга. — Да ты охренел! — не переставая смеяться, Стингер окатил тело полным огнем. — Счастливого пути, мудачье! Майк, пятясь назад, вытащил пистолет из кобуры наполовину, потом подумал, «Я же не могу стрелять в него только потому, что он тупая личинка». Интересно, этот порыв убить сукиного сына был ранним симптомом или чем-то другим? Вернув пистолет обратно, он повернулся и поспешил прочь из комнаты. Минуту спустя Стингер присоединился к нему в коридоре. — У тебя проблемы? — Майк уставился на него. — Ладно, пойдем. У нас четыре этажа полных слюнявых, которых нужно добить. Они проверили комнаты в конце коридора, потом отправились назад по лестнице из комнаты в комнату, входя туда, где они уже были, и сжигая трупы. Майк подошел к тому телу, которое было похоже на тело Мередит. Он не стал рассматривать ее в этот раз, а просто выпустил огонь с порога. Он схватил ремешок огнемета, который бросил, когда прикончил слюнявого в костюме дуга. Стингер поджег эту тварь, и они бросились к лестнице. На площадке третьего этажа он бросил запасное оружие рядом с телом парня с вонзенным топором. Они со Стингером разделились и понеслись по комнатам, оставляя за собой горящие тела. А потом Майк подобрал огнемет дуга и потащил его вниз по лестнице на второй этаж. Он снова оставил его на площадке и снова поднял после того, как они подожгли все тела на этом этаже отеля. Потом он потащил его на первый этаж и оставил у подножья лестницы. «Бери на себя этот холл», — тяжело дыша сказал Стингер. «А я посмотрю, что там в вестибюле». Майку эта идея не пришлась по душе. В одиночку ему понадобится вдвое больше времени, чтобы попасть в каждую комнату. В два раза дольше, чем с тремя этажами отеля над ним. Десять-пятнадцать пожаров на каждом этаже. Все они распространяются достаточно быстро. Но вестибюль тоже важен. Надо проверить место застойкой регистрации. «Еще, по крайней мере, две двери, куда следует заглянуть. Может быть, больше. Здесь темно, сразу не разглядишь». «Окей», — согласился он и пустился бежать в конец коридора. «Не стоит беспокоиться об огне», — успокаивал он себя. «Хотя, возможно, там наверху уже разверстывается ад. Но сюда-то он пока не дойдет? Пока». «Хе-хе-хе, ты надеешься». «Я на первом этаже», — напомнил он себе. «И всегда могу выбраться в окно. А дверь в конце коридора, возможно, является запасным выходом». Он с силой открыл плечом дверь номера, так что она ударилась о стенку. Никого видно не было. Никого на кровати и на полу. Достав фонарик, он бросился в ванную. Чисто. Вернувшись в комнату, он посветил под кроватью. Никого. Открыл следующую комнату. Там был мужчина, прислонившийся к стене. Одна рука оторвана, посреди груди дыра. Майк поискал других. Больше никого. Он поджег труп и выскочил из номера. Побежал к следующей двери. Толкнул ее, ворвался внутрь. На кровати лежала парочка. Очевидно, солдаты застигли их за этим самым занятием. Автоматной очередью кто-то начертил «С» на голой спине парня. Женщину практически не рассмотреть. Только ее ноги, закинутые на парня, и одна рука, вытянутая на матрасе. В комнате больше никого. В уборной тоже. Нет необходимости проверять под кроватью. Если бы там прятался живчик, он бы тут же вылез, когда он проверял этих двоих. Интересно, в какое место была убита женщина, когда солдаты стреляли в парня, а она находилась под ним. Подойдя ближе к кровати, он посветил на женщину фонариком. Ее голова была повернута в сторону. Лицо парня находилось на ней. У нее были светлые волосы, очень короткие. На голове не было видно ран. Может, это тоже был мужчина? Он увидел выбритую подмышку. Не, наверняка женщина. На всех открытых участках тела никаких ран он не заметил. Ее кожа, мягко поблескивающая в свете огня с улицы, выглядела теплой и гладкой. Он раздумывал, не сбросить ли с нее парня. Да брось, она мертва. Все-таки он решил осмотреть ее. Внизу живота он ощутил нарастающее тепло. «Начинается», — подумал он. «От черт, ублюдок, заразил меня. Ну все, я труп». И вдруг он перестал чувствовать тепло. Наоборот, ему показалось, что его чресла задрожали от холода. Все-таки есть надежда. Тут он услышал свой смех. Затем он поднял огнемет. Кто-то рядом захныкал. Майк ахнул, когда мужчина поднял голову. Живчик. Прежде чем он выстрелил, он осознал, что мужчина не двигал головой. Это был не он. Прядки золотистых волос на лбу, большие испуганные глаза, ушибленная скула, губы плотно сжаты, подбородок дрожит. Рот открылся. Никакой пены и слюней. Это была девушка. «Что ты собираешься сделать этой штукой?» Спросила она дрожащим голосом. Она выглядела не старше двадцатилетней. Красивая. И слюнявая она не выглядела. «Вы живы?» Пробормотал Майк. «До сих пор да. Спасибо проклятой армии. Мне жаль, я...» «Вы меня убьете?» «Как вы можете быть живы?» «А я хорошо прячусь». Она оттолкнула покойника. Майк отступил назад, когда труп свалился с кровати на пол прямо ему под ноги. Он смотрел, как девушка садится на кровати. У нее было стройное тело. На одной груди пятно засохшей крови. Еще одно на животе. Еще на левом бедре. Она встала и отвела рукой его фонарь в сторону. «Вы не должны пялиться на меня». «Извините», — сказал он. Присев на корточке, она отодвинула тело подальше от кровати, встала на колени и заглянула под кровать. Майк глазел на изящные изгибы ее спины и ягодиц. Он снова ощутил тепло. Но на этот раз он не стал паниковать. «У меня не черная вдова», — подумал он. «Просто здоровая похоть». Молодая женщина достала одежду из-под кровати, поднялась и села на матрас. Надевая розовые трусики, она смотрела на Майка. «Что, ты не возражаешь?» И вдруг его осенило. «Черт, да мы должны убираться отсюда! Все здание в дыму и огне!» Он схватил ее за руку и стащил с кровати. Она прижала остальную одежду к животу. «Да успокойся ты!» — крикнула она. Она дернула руку, и он отпустил ее. Нагнувшись, она схватила пару кроссовок с пола. Майк поторопился к выходу. Коридор ярко освещался светом огня из комнат с правой стороны. Есть дым, но немного. Они без проблем доберутся до вестибюля. Он обернулся назад. Женщина обувалась. «Пойдем быстрее!» Она поспешила к нему. Майк слегка подтолкнул ее к дверному проему, а сам шагнул к трупу, лежащему на полу. «Умеет хорошо прятаться!» — подумал он. «Иисус, да как это возможно изображать мертвеца под мертвецом?» Он поджег тело и повернулся к двери. Она стояла в коридоре, мерцающей огнями, с юбкой или чем-то еще зажатым между колен, поднимала руки и надевала футболку через голову. «Чего мы ждем?» — спросила она, надев ее. Футболка была местами в крови, рваной и слишком большой для ее размера. Она свисала с одного ее плеча и прикрывала ей бедра, словно мини-платье. Майк промчался мимо нее в следующий номер и толкнул дверь. «Эй, я думала, мы убираемся отсюда?» «У меня тут работа. Оставайся на месте». Он вошел, проверил комнату, не обнаружил никого и вернулся в коридор. Девушка уже надела юбку, похоже, джинсовую. Но из-под длинной футболки виднелась только узкая полоска. Она ждала, пока он проверит следующий номер. Там был один слюнявый. Он поджег его. Когда он вышел, пламя из других номеров уже плясало в дверных проемах. «Может, уже пойдем отсюда?» — спросила она. «У меня нет желания быть поджаренной. Все с нами будет в порядке». Он бросился в следующую комнату, пусто. Вернулся в холл, но девушки там уже не было. Он повернулся влево. Заметил в дыму белое пятно ее футболки. Она бежала, уже почти возле вестибюля. «Стой!» — закричал Майк. Она не обратила на него внимания. Он побежал следом. «Знаешь, а может, ну ее пусть бежит?» Она шлепнется на пол с горящими сиськами. Майк бежал изо всех сил, крепко сжимая огнемет. Топливный бак лупил его по спине. Легким было трудно дышать из-за дыма. Глаза слезились. «Нет!» — почти кричал он, думая о том, слышит ли она его сквозь рычание пламени. «Стой!» Поморгав, он увидел, как она остановилась и обернулась. Она была уже в начале коридора возле фойе. «Только бы Стингер не выстрелил!» — подумал он. Он подбежал ближе, ожидая огненного выстрела из темноты. «Стингер!» — крикнул он. «Не стреляй в нее!» Но он, скорее всего, не слышит меня. Но женщина услышала. Она побежала к нему. Они встретились перед дверью последней комнаты у вестибюля. «Я же сказал тебе ждать!» «Извини, но пожар?» «Да я знаю, знаю!» «Здесь есть кто-то еще?» «Да, один радостный тупиц с оружием. Он мог бы убить тебя, не колеблясь!» «Ой!» Она растянула губы в натянутые улыбки. Ее гримаса будто означала, что она только что сделала какую-то глупость и ждет за это наказание. «Держись за мной и не отставай!» Она кивнула и последовала за ним в вестибюль. Вестибюль выглядел таким же, как когда Майк оставил здесь Стингера. Кроме двери за стойкой регистрации. Тогда она была закрыта. А теперь открыта. «Стингер!» — закричал Майк. «Нет ответа». Он слышал лишь рев огня за их спинами и над их головами на верхних этажах. «Может быть, он вышел на улицу?» — предположила женщина. «Эль попал в беду», — подумал Майк. «Как идук». Затем из-за стойки в верхней части дверного проема показалась неясная фигура. В свете огня Майк увидел, как Стингер вышел из комнаты и обернулся. «Это я!» — сказал Майк. «Со мной выжившая, так что веди себя спокойно». «Чего?» — худощавый солдат положил руку на стойку, поднялся, перебрался через верх и прыгнул на пол. Он поднял огнемет. «Она в порядке, она не из этих!» «Отойди-ка в сторону!» «Я сказал, что она нормальная!» «Я не заражена!» — сказала девушка, выглядывая из-за спины Майка. «Ну тогда ты единственная, детка!» — подходя ближе, сказал Стингер. «Дай-ка на тебя взглянуть!» «Даже не вздумай поджигать ее, приятель!» «Заткнись!» «Иди-ка сюда, милая!» — он указал дулом огнемета. Женщина шагнула из-за спины Майка и стала перед ним. Ее руки были подняты вверх, будто она знала, как ведут себя пленники. Стингер присвистнул. Держа огнемет, направленный на нее правой рукой, он использовал левую, чтобы отстегнуть свой фонарик. Где-то наверху над ними послышался громкий треск рушащейся мебели. Майк ощутил, как под ногами затрясся пол. «Пора выбираться», — сказал он. «Ну и давай, вали отсюда!» «А она останется!» Луч фонаря Стингера плясал по телу женщины. Она прислушалась и отвернула голову, когда свет попал ей в глаза. «М-м-м! И правда красотка!» «Роскрой-ка рот, милая!» Она широко раскрыла рот. «Скажи «а-а-а-а!» «Ради бога, Стингер, поиграешь в доктора, когда мы уберемся отсюда!» «И позволить Сарджу испортить веселье?» «Какой же ты говнюк!» «Ой, как назвать тебя, милашек?» «Карен!» За стойкой из-за двери показался огонь, который уже пробирался наружу из комнаты. «Оно не выглядит зараженной», — согласился Стингер. Подойдя ближе, он посветил фонариком ей под футболку. Сначала снизу, затем выше. «Оставь ее в покое!» — крикнул Майк. «Отстань!» Майк видел, как Карен задрожала, когда чертов ублюдок задрал ей футболку выше груди. Она ахнула. «Я всего лишь проверяю на наличие ран!» — заявил Стингер. Краем фонарика он потер ее правый сосок. Опустив руку, Карен ударила по фонарику. Стингер замахнулся на нее и попал в челюсть. Закричав, она пошатнулась и упала на пол. Стингер направил на нее дуло огнемета. И тут Майк выпустил пулю в голову ублюдка. Девяти-миллиметровый кусочек железа был выпущен из пистолета дуга, который Майк держал в левой руке. Пуля прошла сквозь Стингера, чуть выше его правого уха, размозжила ему череп и вышла насквозь, подбрасывая пучок волос, кусочки мозга, осколки костей и густые брызги крови. Затем Стингер рухнул на пол на подкосившихся ногах. Майк изумленно глядел на него. «Боже мой!» — подумал он. «Но у меня не было выбора. Он собирался поджечь ее. Я убил одного из наших!» Карен прильнула к нему теплым, дрожащим телом. Ее лицо уткнулось ему под подбородок. Он чувствовал, как быстро бьется ее сердце. «Ты в порядке?» — спросил он. И почувствовал, как она кивнула. «А я, я в порядке?» — подумал он. Он вздрогнул, увидев, как огненный вихрь обрушивается на вершину лестницы. Потоки искр ударили по перилам, которые задрожали, но удержались. Тяжелая балка, причудливо балансируя, скатилась сверху, отколов кусок с верхней части перил и упала на пол вестибюля. «На пол вестибюля и на отброшенный огнемет Майка!» «Господи!» — он слегка оттолкнул Карен, сунул пистолет дуга в кобуру, схватил ее за запястье, и они побежали мимо горящей балки. Он мигом открыл входную дверь, вытолкнул Карен наружу и бросился за ней следом. На противоположной стороне дороги виднелся обугленный остов, оставшийся от сгоревшего универсала. Забежав за заднее крыло, Майк ухватил Карен за шею и, прижав ее к тротуару, накрыл своим телом. «Что ты делаешь?» — он хотел ответить, но не мог перевести дыхание. «Ты меня задавишь!» В ночной темноте прогремел взрыв. Несколько секунд спустя начали падать обломки. Майк оторвал лицо от затылка Карен и увидел, как куски дерева и стекла ударили по тротуару рядом с машиной. Пара каких-то осколков звякнули о бак на его спине. Он не чувствовал ударов. Он чувствовал, как дрожит Карен под ним. Сквозь звон в ушах он услышал, как она сказала «Святая корова». «Угу». «Ну что, мы встать уже можем?» «Пока нет». Раздался второй взрыв. Это был топливный бак Стингера. Не так уж близко к выходу отеля. На этот раз взрыв не был столь оглушающим, и никакого мусора на них не посыпалось. «Окей», — сказал он и медленно поднялся на ноги. Карен тоже встала. Он положил руку ей на талию. Стоя бок о бок, они смотрели поверх крыши машины на пылающий отель. Кирпичные стены пока были целы. Пламя полыхало из разрушенного дверного проема и из большинства окон. «Мне жаль, что так получилось с твоим другом», — вдруг сказала Карен. «Он не был мне другом». «Но в любом случае мне жаль». Он осмотрел улицу. Лэндровера видно не было, как и Сарджа с Рэем. «Выжившая». Майк повел Карен дальше по улице. По сторонам сплошь пылали здания. Отряд пробирался сюда через трущобы с запада на восток. Может, теперь Сардж и Рэй двинулись вперед к следующему кварталу? Однако за пределами перекрестка ничего не горело. Майк не мог видеть Лэндровер. Но автомобиль запросто мог быть там, заблокированный другими брошенными машинами. «Мы были еще с двумя парнями», — сказал он. Карен взглянула на него. «Не волнуйся, они не такие, как Стингер». «А где они?» «Должно быть, пошли дальше. Не знаю». Он снял с себя огнемет, присел на корточки и проверил указатель уровня топлива в баке. «Есть еще немного. Но этого совсем немного». Он поднялся и посмотрел Карен в глаза. «Послушай, то, что случилось в отеле...» «Я подтвержу все, что ты скажешь», — кивнула она. «Спасибо. Итак, Стингер заразился. Вот и все. Мы не видели, как это произошло, но нашли его тело». Не отводя от него серьезного взгляда, она снова кивнула. Майк отстегнул с себя ружейный ремень дуга. «Надень его». Она обернула ремень вокруг своей талии. Кобура оказалась на ее правом биде. Майк видел, как пояс натянул футболку на ее груди, а глубокий вырез открыл верхнюю часть и сполз с ее плеча. Футболка была испачкана грязью и высохшей кровью, и разорвана в нескольких местах. Закончив с ремнем, она посмотрела на Майка. «Ну что ж, хотя бы кое-что», — сказала она. «Это ты о чем?» Ее рот немного растянулся в улыбке. Она протянула руку и похлопала его по груди. «А рубашке?» «Моя рубашка в ужасном состоянии», — сказал он. Ее улыбка исчезла. «А моей вообще нет. Это чужая». Он кивнул. «Умеешь пользоваться пистолетом?» «Справлюсь. Как тебя зовут?» Он был удивлен, что она еще не знает его имени. Ему казалось, что они вместе уже очень давно. «Майк», — ответил он. «Майк Фибс». «Каррен Хэдли». Она протянула руку, он ее пожал. «Как странно», — подумал он. «Рад познакомиться», — сказал он вслух. «Я тоже». Ее улыбка вернулась. «Ох, неужели это правда? Я встретил человека, который не хочет изнасиловать, убить и сожрать меня». «Ну, этого я не хочу, но я хотел тебя сжечь». «И все, что ты не сделал этого?» «Ты мне жизнь спас?» «Очень рад служить, мама». Он оглянулся через плечо. «Кажется, нам пора поискать остальных». Они зашагали к середине улицы. «Ты не взял свой огнемет?» — спросила Каррен. «Он почти пустой», — ответил он. «К тому же в Ленд-Ровере есть запасные. Если мы, конечно, найдем его». «Думаешь, парни бросили тебя и сбежали?» «Да, наверное, они просто в соседнем квартале. Мы достаточно долго пробыли в этом отеле». «Я там. Была целые дни». Мэйк наморщил нос и спросил. «И все время под этим парнем?» «Господи, нет». Она взяла его за руку. «Он был на мне минут десять, когда я услышала вас, ребята. Это я... Ой, я не хочу об этом думать». «Ну да, тебе пришлось не сладко». «Я прошла через ад. Даже представить себе не могу. Везет тебе». Они смотрели друг на друга. Ее челюсть слегка опухла в том месте, где Стингер ударил ее фонариком. Глаза мерцали в свете ближайших огней. Ее взгляд был одновременно уязвимым и жестоким. «Не хочешь рассказать мне?» — спросил Майк. «Не особо». «Ладно, я понимаю. Это должно было быть ужасно». «Да. Меня могли прикончить как слюнявые, так и солдаты. Это чудо, что я все еще жива». «Так почему ж ты все еще жива?» Чертовски убедительно притворилась мертвой, как ты сам видел. «Ну, а черная вдова?» «А, это так называется?» «Ну, мы это так называем, из-за того, как эта хрень заставляет людей вести себя». «Это все Ирак с нами сделал?» «Так нам сказали. Но кто знает. Нам говорят, что им это выгодно. Слушай, я не слышал о других выживших. Насколько мне известно, эта штука убила всех, кто подвергся воздействию. Нам сказали, что среди гражданского населения выживших нет». Карен смотрела на него с усмешкой, склонив голову на бок. «Это потому, что они не знали обо мне». «Ты не подвергалась воздействию?» «Ты, должно быть, шутишь?» Она отвернулась и всмотрелась вдаль, сощурив глаза. «Ну, для начала это настигло меня на улице. Я получила... Как это называется? Первичный контакт». «Угу. После этого у меня были интимные контакты с больными и много контактов». Она посмотрела на него обиженным взглядом и опустила голову. «Мне жаль, Карен». Она убрала руку. «И в любом случае во мне теперь столько этого вируса, что он способен уничтожить планету». «Но сама-то ты в порядке». «Как огурчик», — буркнула она. «И у меня нет этого слюнотечения, пены изо рта и прочего безумства, если ты это имеешь в виду». «Интересно, а почему?» «Потому что я чисто душой». Майк почувствовал, как его рот расплывается в улыбке. «Все может быть». «Либо так», — продолжала она. «Либо у меня какой-то природный иммунитет». Они обошли чье-то обугленное тело. Он видел, как Карен отвела глаза. «Если про иммунитет правда, то должны быть и другие выжившие». Он подумал о Меридит. «Может, она...» «Вряд ли», — перебила его мысли Карен. «Армия все уже подчистила. Они убивали всех». «Боже мой», — пробормотал Майк. «Военные убивали всех. Но, может, остались несколько, хоть где-то». «Они думают, что все заражены», — сказал он. «Но надо же кому-то сказать это». «Конечно. Позвони в Белый дом, например». «В Лэнд-Дровере есть радиопередатчик. Мы можем отправить сообщение». «Но где же он?» Майк внезапно остановился и Карен тоже. Они оказались на середине перекрестка. В квартале перед ними не было видно никакого огня из зданий. Но за их спинами полыхали пожары, и света хватало, чтобы разглядеть трупы, разбросанные по улице. Большинство были без одежды. Ни один еще не был подожжен. Несколько брошенных автомобилей, такси у тротуара с разбитым лобовым стеклом, опрокинутый старый чермет с телом, свисающим из водительского окна, изрешеченный пулями «Фольксваген-Жук», покоящийся на севой линии, двери с обеих сторон открыты и другой подобный транспорт. На полпути дальше они видели автобус, который врезался в припаркованную машину. Автобус загораживал дальнейший вид. Он нигде не видел Лэнд-Ровер. Он не видел Сарджа и Рея. Надеюсь, с ними ничего не случилось. «Может, они где-то за автобусом?» предположила Карен. «Наверное». Он взглянул вправо и влево. Недалеко от перекрестка местность освещалась только светом луны. Однако то, что Майк мог видеть, ничем не отличалось от любой другой улицы в этой части города. Он видел смутные очертания разбросанных тел, разбитые машины, разный мусор, который он не мог распознать. Нигде никакого движения. «Пойдем вперед», сказал он. Они зашагали снова. Карен крепко держала его за руку. Их тени шли перед ними по красноватому тротуару. Хотя ночь была и не очень теплой, он ощущал, как капли пота стекают по его спине. Вдали из-за автобуса мелькнула пара огней. «Фары! Ну, наконец-то!» Он услышал слабый знакомый звук двигателя Лэнд-Ровера. Фары начали приближаться, освещая бледным светом ночной перекресток. «Наверное, они увидели нас?» сказала Карен. Она заметно нервничала. «Не волнуйся», старался подбодрить ее Майк. «Эти ребята вполне нормальные». Автомобиль набирал скорость, водитель свернул, чтобы не столкнуться с Вольксвагеном, но не потрудился объехать тело на дороге. Передняя шина наехала на труп, и кто-то радостно воскликнул. «Ой-ой!» Все, что мог сказать Майк. Он поднял автомат. Смена ночной бригады. «Это твои парни?» обеспокоенно спросила Карен. «Не они». По мере приближения машины Майк мог определить очертания людей над светом фар. На капоте восседала женщина, ноги ее свесились на бампер, кожа и волосы блестели в тусклом свете огней. Одной рукой она держала штык и размахивала им, будто вела в атаку кавалерию. За лобовым стеклом мужчина. Кто-то рядом с ним на пассажирском сидении, скрытой фигурой женщины на капоте. Двое или трое на грузовой платформе пикапа. Один ехал стоя. Стоящий мужчина, лысый, с бородой, поднял пистолет, когда ровер приблизился. Майк выстрелил два раза в лобовое стекло. Один выстрел достиг лица водителя. Машину повело в сторону, выбросив с платформы слюнявого с пистолетом. Шины завизжали, машина пронеслась мимо них, потеряв управление, и завертелась вокруг своей оси. Тот, которого выбросило, лежал неподвижно. Майк слышал, как глохнет двигатель и увидел, как скользит ровер, пока, наконец, он не остановился возле дальнего бордюра, примерно в 50 футах. Майк и Карен открыли огонь. Слюнявые попрыгали с машины и скрылись за ней. Кто-то выстрелил в сторону Майка и Карен. Пуля ударилась от тротуара рядом с ней. Майк хлопнул ее по руке. Она взглянула на него. Уходим. Бок о бок, сгорбившись, они двинулись по тротуару. Позади них гремели выстрелы. Прыгнув на бордюр, они побежали. Под ногами хрустело разбитое стекло. Ворвавшись в темный дверной проем, они присели, прислонившись к передней стене. Карен громко перевела дух. «Как ты?» – отдышавшись спросил Майк. «Я как огурчик». «Иисусе!» «Ну, по крайней мере, ты пристрелил двоих из них?» Не вставая, он на корточках приблизился к витринному окну, а Карен последовала за ним. «Сколько же там их еще?» – спросил он. «Ты заметила?» «Может, четверо, точно не знаю». «Откуда же они взялись?» «Чертова армия!» – думал Майк. «Как они могли пропустить столько?» «И каким образом эти слюнявые собрались вместе, вместо того, чтобы идти друг на друга по одному?» «Может быть, они и убили Сэрджа и Рэя?» «Да, скорее всего». «Но в городе были еще группы зачистки?» «Лэнд-ровер могли забрать у других?» «Где же наши?» У края разбитого окна Майк наклонился и смотрел то в одну, то в другую сторону. Никого». Слюнявых он заметил за ровером, низко склонившихся, освещенных светом пожарищ из соседнего квартала. «Интересно, они там все?» «Видишь их?» спросила Карен. «Они до сих пор возле машины». «Что же нам делать?» «Выманить их оттуда». «Ну, ты же не собираешься прятаться?» Он слегка рассмеялся. «Нет, у меня нет выбора. Кроме того, я хочу захватить рацию». «Мы могли бы выскочить через черный ход, он наверняка должен быть здесь», сказала она. Реплика Карен напомнила ему, что они находятся в магазине. Чтобы обратить на это внимание, он был слишком обеспокоен недавней встречей на улице. Отстегнув фонарик, он отвернулся от окна. «Не спускай с них глаз», прошептал он. Карен уставилась в окно. Майк осветил фонарем помещение, в котором они находились. Кажется, это бокалейная лавка. Слева от двери стойка с кассой, за ней находилась холодильная установка, наверное, для мяса. Посреди торгового зала три ряда полок, на полу валялись консервные банки и разные упаковки. Справа алкогольный отдел, полки в нем были практически пустые. Пара разбитых бутылок на полу, а остальное, возможно, стащили мародеры, слюнявы или солдаты армии США. Трупов, видно, не было, никаких живчиков. Хотя Карен была права, где-то сзади магазинчика должна была быть еще одна дверь. «Майк», позвала она шепотом. Убрав фонарик, он обернулся и посмотрел в окно. Слюнявые снова забрались в ленд-ровер. Фары не горели, а машина медленно съезжала с бордюра задом. Она двигалась прямо к магазину и набирала скорость. Один был за рулем, двое наблюдали за магазином. Их лица бледными пятнами возвышались над задней дверью автомобиля. «У нас проблемы», пробормотал Майк. «Задняя дверь бронирована. Это значит, мы не можем стрелять в них?» «Нет, если ты, конечно, не Энни Оукли». Ссылка. Энни Оукли — женщина-стрелок, которая прославилась в конце девятнадцатого века своим участием в шоу «Дикий запад» Баффало Билла. Примечание переводчика. «Шо ж, попробуем достать водителя». Майк. Майк задвигался из стороны близко приблизился. Они вскочили и перелезли через разбитое окно наружу. Майк ожидал, что ровер продолжит движение, но он остановился у бордюра. Над задней дверью показались два лица. Позади них был кто-то еще. Время будто замедлилось, когда третье лицо встало на ноги на платформе пикапа. Это оказалось женщина. Майк с Карен отпрянули назад, когда его рука быстро передергивала затвор, опустошая магазин пистолета. Это была та же самая женщина, что сидела на капоте машины, когда они впервые встретились с этим ровером. Ее правая сторона сверкала в свете огней вокруг, а левая была в тени. Образ ее завораживал, высокая и стройная. Плечи широко разведены, правая грудь сияла, словно отполированное золото. Величественная и ужасающая. Зубами она сжимала штык. По подбородку текли пенистые слюни. Через плечо перекинут ремень топливного бака, который висел за ее спиной. Огнемет зажат между рукой и грудной клеткой. Дуло его направлено на витрину магазина. Майк бросился в сторону, потянув за собой Карен. Они рухнули на пол, как раз в тот момент, когда огненный шар пролетел мимо. Карен вскочила и побежала. Майк последовал за ней. Оглянувшись, он увидел, как огонь простирается от подоконника до первой секции стоящих полок. Женщина запрыгнула через окно внутрь. Майк увидел убегающую Карен. Она была всего в паре шагов впереди. Ее футболка казалась бледным пятном на фоне ночи. Не останавливаясь на бегу, он снова зарядил пистолет, дослал патрон в патронник, готовясь ко всему наихудшему. Пистолет Карен был разряжен. Интересно, умела ли она заряжать оружие? Скорее всего, нет. Они были уже почти у черного хода. Он оглянулся. У слюнявой было время, чтобы оказаться в том ряду, где они бежали. Но ее там не было. Может, она в соседнем ряду ожидает, чтобы схватить их у выхода? Он собирался предупредить Карен, но вдруг услышал ее негромкий вскрик. Майк дернулся и остановился. Прямо перед ними, у задней стены, находилась холодильная установка с раздвижными стеклянными дверьми. Но вместо пива и других напитков содержимым холодильника оказался слюнявый. В темноте не особо много чего можно было разглядеть, но Майк увидел достаточно. Обнаженный парень был так плотно прижат к стеклу, что его кожа сплющилась. Его нос и член выглядели измятыми. Он корчился, облизывая стекло и глядя на них. Одной рукой он отодвинул край двери, и стекло стало отъезжать в сторону. Майк немедля послал ему пулю в лоб, затем шагнул к Карен, взял ее за руку и наклонился проверить за соседними полками. В свете красноватых огней с улицы он мог видеть, что задний ряд пуст, а черный ход всегда находится где-то недалеко от холодильника. Если они сейчас высунутся туда, то станут легкой добычей любому, кто прячется между двумя соседними рядами. Хотя он не слышал ничего, кроме треска пожаров, он знал, что женщина с огнеметом где-то поблизости. А другие, двое или трое слюнявых, скорее всего, уже рыщут между полок, и, по крайней мере, у одного из них есть пистолет. Ему не хотелось выходить этим путем. Может быть, вернуться к входу в магазин и попробовать? Он услышал какой-то слабый звук, звук, который, открываясь, может издавать дверь отделения для холодных напитков. По его спине пополз холодок. Он резко обернулся. Из холодильника выпало тело, и в этот момент Карен, держащийся за ручку дверцы, отпрыгнула в сторону. «Ты что делаешь?» — прошептал Майк. Она не ответила. Присев под ногами трупа, она протянула обе руки вперед, приподняла решетчатую полку внутри холодильника и отодвинува ее. Майк услышал, как упало и скатилось несколько банок. Полка загремела, видимо, упав на пол позади холодильного оборудования. Карен поднялась и подтолкнула следующую полку вверх. Снова упали банки. Еще раз стукнула полка. Майк проверил проход между рядами. Чисто. Заглянул в ряд, по которому они пришли. То же самое. «Так где же эти чертовы слюнявые?» Осторожно, ползком высунувшись из-за угла следующего ряда, он увидел прямо перед собой худощавую женщину. Она сидела на корточках и скалилась. Изо рта текли слюни. «Приветик, милый!» прошептала она. Майк приподнялся на коленях, начал поднимать пистолет, но тут женщина, словно фурия, набросилась на него, схватила его за волосы и перевернула его на спину. Майк плотно сжал губы. Пена слюней потекла на его губы и подбородок, в точности, как в тот раз в отеле. «Если в тот раз я не заразился, — думал он, — то и в этот раз пронесет». Ее грудь касалась его груди. Ее волосы падали ему на лицо. Он приставил дуло автомата к ее ребрам. Ее раскрытый рот был всего в нескольких дюймах от его лица, когда вдруг ее голова дернулась в сторону от удара чьей-то ноги, обутой в кроссовку. И тогда Майк нажал на курок три раза. Затем он сбросил с себя труп, который покатился по полу. Карен ухватила его за запястье той руки, в которой он держал оружие, и помогла встать. Она повела его к открытому холодильнику. Он споткнулся, перешагивая через мертвого слюнявого, и упал на колено между раскинутых ног мертвого парня. Какое-то движение слева. Повернувшись туда, он высвободил руку из ладони Карен. У последней секции полок стояла девушка с огнеметом. Зубами она по-прежнему сжимала штык. Густые потоки слюны струились по подбородку и словно лава стекали между ее грудей. Майк выстрелил четыре раза. Первая пуля пролетела мимо, вторая попала ей в бедро, следующая попала в грудь, разбрызгивая слюну и кровь. Последняя вошла под носом. Она дергалась каждый раз, когда пули попадали в нее. Девушка подалась назад, ударившись спиной о стену, упала на колени, а из оружия в ее руках вырвался огонь. Майк прыгнул во тьму. Его бедро оцарапалось о крае раздвижной двери. Затылок ударился о проволочную решетку. Банки над его головой подпрыгнули и зазвенели. Сначала он приземлился животом на дно холодильной камеры, скользя и поднимая вверх ноги. Карен схватила его за подмышки и потащила. Он оглянулся назад, проход между рядами пылал в огне. Он поднялся на ноги. Карен удерживала его, чтобы он не упал. Они оказались в кладовой, набитой картонными коробками. Видимо, работники магазина отсюда выносили товары на полке в торговом зале. И, судя по всему, Карен уже знала об этом. Похоже, мародеры пропустили это место. «Ты в порядке?» — шепнула она. «Да ты гений!» — вместо ответа сказал он. «Угу. Я работала в 7-11». Все будет только лучше. Майку хотелось обнять ее, но он понимал, что его лицо все еще испачкано зараженной слюной. А душ здесь нет. «Что там произошло?» — спросила Карен. «Я прикончил малютку с огнеметом». «Хорошо. Мне нужно вымыть лицо». Карен положила ему руку на плечо. «Наклонись», — прошептала она. «Ты думаешь, мы прикончили их всех?» «Один или двое остались. Возможно». Она вытянула футболку из-за пояса, обмотала кисть руки ее нижним краем и приблизила ткань к его лицу. «А эта штука не попадет на тебя?» «У меня иммунитет. Ты забыл?» По донам футболки Карен стерла слюну с его щек, губ и подбородка. «Спасибо», — пробормотал он и поднялся на ноги. «Дай мне свой пистолет». Она протянула ему оружие. «Сюда». Он обошел кипу коробок, и она последовала за ним. Они присели на корточки. «Как думаешь, мы убили водителя?» — спросила Карен. Майк взял пустой магазин в руку. «Я не знаю». «Я тоже». «Но один точно где-то еще бродит. Плюс водитель, если мы его не убили». Он достал новый магазин из сумки на поясе, вставил в пистолет и хлопнул по прикладу. «Может, они не вернутся сюда», — сказал он, возвращая ей оружие. «Та девчонка все там завалила. Им придется пройти через это». «Ты думаешь, мы в безопасности?» «Ну, в какой безопасности? Мы чуть не сгорели». Он услышал тихий смех Карен. «Перезайди в свою берету», — он сказал. «Сейчас нам надо выбраться отсюда, обойти магазин к переднему входу и попасть в лендер-ровер. Оттуда, на нем, мы поедем в батальон». «А как же твои друзья?» «Я не думаю, что они остались в живых. Эти твари определенно их схватили». Майк встал и осмотрелся. Большая часть складского помещения была в темноте. Кое-где она слабо освещалась отблесками пожарищей. «Кажется, никого», — сказал он, подавая руку Карен, когда она поднималась. Разорвав одну из картонных упаковок, он выудил оттуда банку с каким-то напитком. Во мраке не видно было, что именно это за продукт. «Пить хочешь?» — спросил он. «Конечно». Он открыл банку и протянул ее Карен. Пока она жадно пила, он взял себе еще одну и хорошенько потряс ее. «Эй, ты что?» «Знаю», — согласился он, открывая банку. Зашипев, лимонад брызнул ему в лицо. Немного попало в нос, но большинство жидкости выплеснулось на его губы и щеки. Пена покрыла его подбородок, потекла на шею и грудь. Он стер ее левой рукой. «Какой безумный способ пить пепси!» — сказала Карен. «Терпеть не могу, когда все это на мне. Конечно, это не черная вдова, но тем не менее». «Быть осторожным — это неврядно», — Карен поставила свою банку на ящик. Она стянула с себя футболку и, используя ее заднюю сторону, вытерла остатки напитка с майка. «Ты теперь липкий. И ты тоже». «Переживу», — пробормотала она. Ему хотелось протянуть руки и прикоснуться к ней. Но одна рука была мокрой, а во второй он держал банку. Скорее всего, она не оценит этого. Бог знает, что с ней делали слюнявые, пока не появился он. Закончив вытирать его, она потрясла футболкой и подняла ее над головой, чтобы снова надеть. Он видел, как в отблеске огней поднялась ее грудь. Соски были темными и торчащими. И вот они исчезли под грязной порванной футболкой. Он взял свою банку и отпил еще немного. Майк вытер мокрую руку, а свою штанину, переложил банку в другую руку и вытащил пистолет. Сделал пару глотков пепси. Лучше бы это было пиво, нежелательно холодное. Но все равно напиток оставался сладким и достаточно вкусным. Опустошив банку, он поставил ее на дно ящика. «Может, поискать какой-нибудь еды?» — спрашивала Карен. «Ты когда ел в последний раз?» «Не помню». «Солдаты появились после полудня. Вчера я...» — она покачала головой. «Наверное, позавчера. И не особо много. Я попала в кухню какой-то забегаловки, но потом туда забралась пара зараженных. А потом их там стало так много, пока не показались солдаты». «Ну что ж», — сказал Майк, «давай-ка посмотрим, что у нас здесь есть. Но надо поторопиться». Хотя огонь пока не проник в складское помещение, комната постепенно наполнялась дымом и температура воздуха быстро повышалась. «Гляди в оба», — сказал он. Карен еще раз отпила из банки и убрала ее в сторону. Они принялись исследовать склад. Пройдя мимо двойных дверей, ведущих в торговый зал, они увидели, как язычки пламени пытаются прорваться снизу. Карен начала разрывать картонные упаковки, пока Майк стоял на страже. «Куриный суп», — объявила она и разорвала следующую упаковку. «Майонез!» «Черт!» «Поторопись!» Она разорвала следующую. «О! Печеньки Орео! Любишь Орео?» «Прекрасно!» «Тут есть еще и с двойной начинкой!» Она прижала упаковки с печеньем к своему животу. «Полный набор!» «И это все, что ты хочешь?» «Но на первое время сойдет». Он направился к большой железной двери в задней части склада, приоткрыл ее плечом и сказал «Погоди минутку». Выглянул наружу. Майк глазел на проход между стен кирпичных зданий, проверил местность вокруг. Слева путь, казалось, вел в нескончаемую темноту. Справа, вдали, маячил перекресток, освещенный пожарами, из того квартала, где недавно побывал Майк с товарищами. Вдоль стен стояли мусорные баки. Практически у всех зданий здесь были двери черного хода. У некоторых еще и погрузочные площадки. Слюнявых видно не было. «Вроде чисто», сказал он. Он открыл дверь пошире и вышел. Карен вышла за ним, и за ней потянулся шлейф дыма. Дверь захлопнулась с металлическим лязгом. Бок о бок они шагали по проходу на свет пожарищ. Он услышал, как разорвалась пластиковая обертка и увидел, что Карен достала печенье. «Тоже бери», предложила она. Он взял. Жуя на ходу, они дошли до одной погрузочной платформы. Двери на ней оказались открыты. Он подумал, что они могли бы пройти сквозь помещение и оказаться где-то у лендровера. Но помещение за дверью выглядело абсолютно черным. Кто знает, что там может скрываться. Здесь, в проходе, он, по крайней мере, видит, что происходит вокруг. Нижними зубами Карен разделила свое печенье пополам, пожевала, а затем соскребла зубами белую начинку и тихо застонала, наслаждаясь ее вкусом. Майк переложил пистолет в левую руку, а правый дотронулся до спины Карен. Ее футболка была мокрой сзади. Он подумал о микробах, но напомнил себе, что слюну она с него вытирала передом футболки. А сзади были всего лишь следы от пепси. Она повернула голову и улыбнулась ему. Одна половинка орео торчала между ее зубов. Глядя на нее, Майк чувствовал тепло и боль в груди. Он тоже улыбнулся. «Ты это нечто», прошептал он. Карен захрустела печеньем. Он передвинул руку выше по ее спине. Провел между ключицами, там футболка была сухой. «Сегодня вечером я был близок к тому, чтобы вышибить себе мозги». «Как я рада, что ты не сделал этого», сказала она. «Я думал, что заражен», объяснил он. «И мне казалось, что со мной покончено как с человеком и что больше нет смысла ни в чем, все кончено». «Не все? В этом мире еще осталось орео?» Майк слегка засмеялся. «Ну да, и ты». Карен переложила пачку печенья в другую руку и подошла к нему ближе. Ее бедро касалось его ноги. Ее рука обвела его шею и погладила затылок. «Я ужасно рада, что мы нашли друг друга», сказала она. «Этот мир стал злым, но я не то, чтобы хотела покончить с собой, я лишь... Ты выжившая. Я просто люблю жить. Я люблю разные вещи, еду, например». Я заметил. Закаты, купания, встречи, друзья, любовники. Майк гладил ее по плечу. «Всегда есть вещи, способные компенсировать что-то плохое. Кроме того, я поняла, что все может становиться только лучше, понимаешь? И, как оказалось, я была права». Она слегка ущипнула его за бок. Майк увидел, что она приближается к перекрестку, и вдруг понял, что совсем забыл об опасности. Он быстро оглянулся через плечо. Тени позади них были неподвижны. «Мы все правильно делаем», сказал он сам себе. «Но ведь где-то могут быть слюнявые, так что не подведи нас». У выхода из проулка он огляделся по сторонам. Место хорошо освещалось светом от горящего здания на углу через улицу. Он увидел обломки, тела, брошенные автомобили, никого движущегося. Он повел Карен направо, и через пару шагов вдруг остановился и посмотрел ей в лицо. Она смотрела вверх на него. «Я бы не хотел потерять тебя», сказал он. Она еле заметно кивнула. «Если мы встретим солдат, я снова примусь за эту работу, а тебя они скорее всего куда-нибудь отправят». «Я бы этого не хотела», пробурчала она и закусила нижнюю губу. В уголке ее губ прилипла крошка от печенья. «Когда мы доберемся до ландровера, как насчет того, чтобы отправиться на запад. Не знаю, что мы там найдем, возможно, разруху и трупы, но армией там быть не должно. Там мы будем сами по себе». «Звучит неплохо». «Из машины по рации передам в штаб, что есть выжившие, а потом мы двинемся в другую сторону». «Но ты будешь считаться дезертиром, Майк?» «Они подумают, что я полжертвой». «Черт, да весь наш отряд отправился к праотцам». «Для них я буду всего лишь еще одним парнем, которого захватили зараженные». «Ты уверен, что хочешь этого?» «А ты?» «Клянусь своей задницей. Давай доберемся до ландровера и свалим на побережье». И она быстро зашагала по тротуару. Во время движения вокруг ее тела струилась энергия. Ее короткие волосы сияли золотом в свете уличных пожаров. Обернувшись через плечо, из-за угла здания в двадцати футах от Карен выскочил голый слюнявый, толстый лысый мужик с автобатом в руке. «Нет!» завопил Майк. Слюнявый выстрелил. Перестрелка. От удара пули голова Карен дернулась. Она завертелась, размахивая руками, словно неуклюжая балерина. Печенье вылетело из пакета, а ее ноги как-то странно тряслись пока она не споткнулась о бордюр и проехавшись на своих собственных лодыжках плюхнулась на проезжую часть. Майк будто оцепенел. Следующая пуля просвистела над его ухом и только тогда он очнулся и опустошил магазин береты в лысого толстяка. Заплетающимися ногами он подошел к телу Карен. Она лежала на боку, ее лицо было отвернуто в сторону. Один из кроссовок слетел. Ее голая маленькой, почти как у ребенка. Майк упал на колени рядом с ней, подол ее в футболке и задрался вверх. Майк убрал пистолет в кубуру. Наклонившись вперед, он положил руку на ее спину, на футболку. Та оставалась влажной после того, как Карен вытирала с него пепси в кладовой магазина. Грудь Майка разрывала подступающее рыдание. Схватившись обеими руками за свое лицо, он дал волю «Все еще не умерла», услышал он слабый голос Карен. «Господи!» Он утер слезы и постарался перестать плакать, пока она медленно перекатилась на спину. Правая сторона ее лица была в крови, правый глаз закрыт, он казался неповрежден. Мясистая рана проглядывала от уха почти до подбородка, видна была торчащая кость скулы, кончик носа пострадал тоже. «Мне теперь не придется участвовать в конкурсе красоты, да?» Майк высморкался и вытер нос. «Ты будешь участвовать, если судьей буду я», ответил он. «Тебе очень больно?» «Бывало и больнее». Он отстегнул сумку на поясе и достал оттуда аптечку первой помощи. Отрывая ее, он огляделся по сторонам, вокруг никого. Он вспомнил, что только что разрядил всю обойму. Тогда он взял пистолет дуга из кобуры Карен и положил его ей на живот. Следующие несколько минут он обрабатывал ей лицо. Она вздрагивала и стискивала зубы, когда он проводил пальцем по ране, мягко подталкивая разорванную плоть на свое прежнее место. Пуля унесла с собой довольно много плоти и кожи, но оставалось еще достаточно, чтобы покрыть большую часть ее скулы. Когда Майк решил, что больше ничего не может сделать, чтобы улучшить ситуацию, он перевязал ее, прикладывая стерильный бинт так плотно, как мог. Но на время сойдет, сказал он, пока я не доставлю тебя в полевой госпиталь. Полевой госпиталь? Тебе нужен врач. Но мы же собирались на запад, помнишь? Мы не можем рисковать, в рану могла попасть инфекция, ты можешь умереть. Только не я, я выжившая, ты забыл? Я это помню, и мы едем на запад, как и планировали. Но я не уверен. А я да. Она попыталась сесть и застонала. Давай я понесу тебе. Да. Ты понесешь меня, а я понесу оружие. Она взяла пистолет со своего живота, затем подняла ствол к краснеющему небу, покрутила им и сказала, пойдем. Одну руку Майк просунул под ее спину, другую под колени. Кажется, я потеряла кроссовку. Сейчас. Оставив ее на мгновение, он подобрал обувь и надел ей на ногу. Спасибо. Он снова поднял ее и отправился со своей ношей на руках на середину улицы. Пожалуйста, больше никаких сюрпризов, подумал он. Нести ее было легко и очень комфортно. Чувствовалось ее тепло. Он продолжал идти к перекрестку. Повернув направо, он увидел Ленд Ровер на том же самом месте, где он и был последний раз, в нескольких ярдах от продуктового магазина, который теперь полыхал огнем. Хотя пламя вырывалось из витрин, до Ровера оно пока не добралось. Голова Карен повернулась, она тоже смотрела в ту сторону. Пистолет, крепко сжатый в ее руке, был нацелен туда же. «Если заметишь зараженных, сразу говори», сказала она. «Если я замечу кого-то, я положу тебя на землю и возьму пистолет». «Ты мне не доверяешь?» «Но я пока не видел, чтобы ты кого-то убила». «Это не значит, что я не могу». Майк улыбнулся, глядя на нее. Прижатая к его груди, она ритмично покачивалась в такт его шагам, не отрывая взгляда с улицы перед ними. Ее правая рука, согнутая в локте, была прижата к его телу. Предплечьем под углом к ее животу. Ствол пистолета лежал на ее левом запястье, готовый к тому, что может напасть на них спереди. юбка приподнялась над ее бедрами, сияющими от огненного света. Майк понимал, что вместо того, чтобы с восхищением любоваться Карен, он должен быть на чеку. Но она тоже была на чеку, поэтому он начал смотреть на ее грудь. Она была прямо перед его лицом, очень близко, и немного подрагивала при его шагах. «Она так красива», думал он. «Если поднять Карен повыше, он мог бы поцеловать ее правую грудь». «Кажется, мы наконец добрались», услышал он голос Карен. Майк поднял глаза и остановился. Они были всего в нескольких шагах от ленд-ровера. Они увидели водителя, уронившего голову на рулевое колесо. Пролетевшая сквозь голову пуля забрызгала кровью разбитые остатки ветрового стекла. Майк поднес Карен ближе к машине. В кузове остался один огнемет. Наклонившись через борт, он начал опускать туда Карен. «Эй, я хочу ехать с тобой впереди». «Тебе нужно лежать», возразил он, осторожно сажая ее. «Нет, Майк, я не хочу ехать сзади одна». Он вытащил руки из-под нее. Она села. Он попытался успокоить ее, слегка похлопав ее по обнаженному правому плечу. На мгновение она напряглась, затем, казалось, расслабилась. Словно смиряясь с неизбежным, она вытянула ноги. «Как я буду помогать тебе, если я сижу здесь сзади?» спросила она. «Это не займет много времени», ответил он. «Обещаешь?» «Да». Он убрал руку с ее плеча и провел по ее груди. Сквозь ткань он ощутил жар ее тела. Карен накрыла его руку своей и прижала сильнее. Сердце Майка забилось быстрее, в горле пересохло. Он отнял руку. Он забрался к ней в кузов и Карен немного подвинулась, освобождая место для него. «Майк», сказала она тихо, «я не знаю, все будет в порядке». Он опустился на колени рядом с ней. «Мое лицо?» «Я знаю, но, покачав головой, он поднял ее футболку, обнажив грудь. Ближайший пожар согревал ему спину, а он ласкал ее в грудь. Такая гладкая, на ощупь, еще более чудесная, чем он себе представлял. Карен немного поморщилась от боли и спросила низким и хриплым голосом, «А что, если появится зараженная? Может, нам подождать пока?» «Я не могу». «Ладно, я тоже тебя хочу, но... Ладно». Пока он был занят ее грудью, Карен отложила пистолет. Обеими руками она отстегнула пояс дуга со своей талии, расстегнула юбку. Майк немного отполз назад, стягивая юбку с ее ног, затем проник дрожащими пальцами под резинку ее трусиков. Когда он стянул этот кусочек тонкой ткани к ее кроссовкам, Карен села слегка повыше. Она скрестила руки и подняла футболку над головой. Майк тоже отстегнул свой пояс и отбросил его в сторону. «Иди ко мне», сказала она. Ее бедра были словно теплый шелк под его ладонями, а между ними она была влажной и горячей. Карен направила его руки к своей груди, а сама тем временем стянула с него штаны и трусы. Внезапно, освободившись от сковывающей одежды, он вздрогнул. Впервые он чувствовал такое безумное желание, такую нечеловеческую похоть. Пальцы Карен скользили по его твердому члену. Тяжело дыша он сжал ее грудь. Она тихо застонала, извиваясь, но не прекратила сжимать его член. Затем она медленно подняла руку, и тогда Майк опустился на нее. Он поцеловал одну из ее грудей, попробовал языком сосок, наполнил рот грудью и сосал. Достаточно сильно, чтобы заставить ее тихо вскрикивать и вздрагивать. Он задался вопросом, как это будет, если укусить ее. Одной рукой Карен схватила его за волосы. Она больше не может, подумал он. Он слезнул высыхающую кровь с ее губ, наслаждаясь ее медным вкусом, а затем сунул язык ей в рот. Потом, не спеша, вошел в ее скользкое плотное тепло. Она подняла ноги, и он ощутил, как вошел еще глубже, словно тонул и растворялся в ней. И вдруг он почувствовал прикосновение холодной стали на своем виске. Оторвавшись от поцелуя с Карен, он поднял лицо, но дуло пистолета все еще было плотно прижато к его голове. Он недоуменно уставился ей в глаза. «Я так надеялась, что ты не подхватил эту дрянь, Майк». «А?» «Но кажется, что подхватил». «Нет!» выпали он тяжело дыша. «У меня нет вдовы!» Струйка слюны вытекла из его губ и капнула на подбородок Карен. Он тяжело сглотнул. «Это просто... Я просто так сильно тебя хочу!» «Мне очень жаль», сказала она. «Боже, прости меня». Он закричал «Нет!» И жаркий взрыв разорвал ему голову. Конец рассказа. Эксклюзивный перевод Елены Прохоренко. Текст читал Владимир Князин. él черепа загот Продолжение следует...